В 2006 Тина Браун, сестра Бобби, в своё время тоже страдавшая наркозависимостью, продала историю Уитни и родного брата журналу National Unquirer. Статья вышла под громким заголовком в наркоманском притоне Уитни. В ней, помимо прочего, говорилось, что когда Бобби был в тюрьме, Хьюстон бродила по дому в параноидальной уверенности, что за ней следят. «Под кайфом она видела демонов», — сообщает Тина, «а как-то раз Уитни сказала, что видела самого дьявола, указывая на собственное отражение в зеркале». Хьюстон уверялась, что демоны избивали её, но Тина считает синяки и царака на тело рук и демонов, а сомневая ей. Этот стресс вкупе с наркотиками дал результат, и знаменитый голос покинул Уитни и Хьюстон, казалось, навсегда. По совету друзей, Уитни обратилась за помощью к Герри Катони, выдающемуся педагогу, который ставил голос Андрея Бачелли, Лайзи Миннелли и Шаней. Той пошёл ей навстречу со словами «Мне сказали, что Хьюстон хочет вернуться к нормальной жизни». Но без голоса нормальной жизни он и нет. Они встретились в Атланте, к тому времени брак Уитни уже развалился, её карьера была спущена в его таз, а родственные подежурили в её кровати. Волос быта застрял у неё в горле, жаловая сына, пытаясь петь, но ничего не выходит. Выглядывала она ужасно, подтвердила Катона, искудала, волосы торчали во все стороны. А ведь пение на пределе человеческих возможностей – это её визитная карточка. Но я верил, что она справится, у неё синий характер. И Уитни не подвела. Катона призналась, что у неё никогда не было такой страстной ученицы. Хьюстон сняла домик в Калифорнии и переехала туда с дочерью, оставив мужа в Атланте. Она прямо расцвела, вспоминает Берри. Хьюстон предприняла волевую попытку бросить курить. «Как-то раз я ушёл, забыв у неё синтезатор», – говорит Катона. Вернулся, и она открыла мне дверь, сигареты в руке. Взглянула на меня, обняла и выпунила сигареты. Хьюстон подала на развод в сентябре 2006 года. Бобби страшно злился. Кричал, что никто не знает настоящего Уитни, и, дескать, её подлинное яд, решено лишь в шоу быть Бобби Драуна. Кроме того, он остался без гроша, и его кредитки были записаны на компанию Хьюстона. И во время размолвок Уитни их блокировали. Как-то раз Брауна даже выставили из отеля, который он замарнировал по кредитке Жея. Ему пришлось слоняться по Нос-Анджелесу в ожидании, когда Уитни разрешил ему вернуться в Атланте. Тогда-то у Хьюстона залезал в сармон с Рэем Джеймом. Нет, Хьюстон сказала бы о связи с площадной точностью. В отношениях Уитни искал, что нужно причинять деньги. Своей сомнительной славой Рэй обязал не одной только к Карташьяну. Карьеру он построил на сексе, и даже снялся в серии реалити-шоу «Ради любви Рэя Джейм», где из огромной толпы девушек выбирал лучшую, с ней до он и отправлялся в гостей. В 2007-м в ее жизни снова объявился Клайв Дэйвис. Мне надоело слушать, которые другие сказали, что я хочу, чтобы переномилась. Ты готова? Уитни ответила «Да». Клайв пришел не с пустыми руками, основе песни, и хоть и не был уверен в том, что Уитни вытянет хит. К ноябрю 2009-го к ней, по словам Хаттона, вернулось 75% голоса. Но название песни «I didn't know my own strain», «Я не знала, что такая сильная», говорила само за себя. И когда Хьюстон вышла на сцену в белом платье и спела, зал взорвался и не вернулась. За песней последовал альбом. Новый Хьюстон обожали фанаты и придирчиво оценивали продюсеров. О критике писали. Оно наняло 8 танцоров из структуры Майбла Джексона могла петь и танцевать одновременно ей сложно. Хьюстон парировала. Если Господь посылает мне испытания, значит, какой выходит. Она мужественно двигалась вперед и на песне «Айбулон во славе» неизменно схвала овации. Зала планировала стоя, а она пела почти идеально. Уитни очень радовалась, что карьера пошла на новую виду и даже сделала подтяжку лица. Замахивалась на большее, но сердце печень и легкие были не в лучшем состоянии и в более серьезной операции ей отказали. За неделю до смерти она отправилась развлекаться с рейнджием. В Голливудском ночном клубе Тур она напала на молодую крючку и якобы та уливалась за ее мужиком. Хьюстон в ярости выскочила из клуба и откроивалась в отель. Светив вспышем десятку фотоаппаратов, стало виду, что ее умерли и заготовки. В отеле Уитни попросила своего стилиста почитать свои битвы. У нее были разбитые очки, так что она читала через зубу линзочек на отель. Последнее, что она прямо сказала, было, я просто хочу убить, как убили. Хочу убить, как не слава. Без каких-либо условий, если не помню, что она. В Брестке у деревни Витт есть реплика. Неужели моя жизнь была не достаточной учителой? И в этих словах она вся, но, увы, не у всех получается учиться, такая решетка. 31 января 2015 года за неделю до Грэмли единственную дочь у Иитки и Турми Кристину нашли лежащие в ванной лицом Грэз. Несколько днями позже при павке обухганной госпиталной, где произошло несчастье, полиция обнаружила кухню. Девушка вовремя обнаружила гражданский супруг, не кухня. Тот самый садик, когда по пьюсту отсела под себе в кровь, а сана Кристина называла старшим паком, пока вдруг она объявила, что собралась за кровью за кровью. Наследницу под Дименем госпитализировали, из-за отека головного мозга ее ввели в состояние искусственной крови. 11 февраля, в третью дающую смерть ее матери, врачи хотели отключить Бобби Кристину от аппарата жизнеобеспечения. Но было принято решение перевести девушку в космос. Она скончалась 27 июня 2015 года. Сознательная линия Бобби Кристина повторила судьбу своей матери. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Впереди еще будет много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok